Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон и это очередной выпуск посвященный игре Орион ВКонтакте. Итак, друзья, я даже не знаю на самом деле, что мне делать в этом выпуске, но дело в том, что, как я и говорил уже ранее, у меня тут небольшая проблемка произошла технического плана. Дело в том, что вот этот гном, который должен был мне подарить палатку и подарил её, когда я достиг 7 уровня торговца, которая могла бы послужить неплохим подспорьем для получения всеразличного сырья, необходимого для строительства. Я хотел что-нибудь строить, так давайте помаленьку будем продвигаться вниз, бог с ним, что будем где-то падать, терять хп, хотя так можно и неплохо упасть, да? Не, страшно, ладно, полетим до самого низу, а то тут разбиться не мудрено, если что, потом по лесенке поднимемся. В общем, этот гном, да, он появился, дал мне палатку, всё было хорошо, но потом я её поставил, установил и вышел из игры, забыв сохраниться. И вот тут-то и начались проблемы, больше этот гном не появляется, палатки мне не дарят и как её теперь получить, даже не представляю. Ну, попробовал, обратился недавно, как бы за помощью к разработчику, точнее отписался в нужной теме, ну и написал лично, будем надеяться, что поправит это дело как-то. А пока что состройка придётся повременить, поэтому я решил вот отправиться в подземелье. О, вот он, кстати, этот голем крутой, может его ещё разочек убить? За него, наверное, опыта немало дают. Тем более, с новым мечом, наверное, с ним легче будет справиться. Так, но он мне всё равно здоровье подпортил, давайте выпьем бутылёчек. Умри, тёмный дробитель. Да, отлично, неплохо опыта дали, меч, как видите, с него не выпал, ну и ладно, нам он уже не нужен, у нас уже есть один. Поднимаемся дальше. Где-то там, насколько я помню, я делал кубик с лавой, чтобы понять, в какую сторону, в каком направлении идти, чтобы убить, какого там зовут, край или что-то такое. Кайр, Кайр, точно. Так, вот, где-то здесь нам выходить. Тут, кстати, дверей не поставлено, а надо бы. Ну, давайте пока что просто проём сделаем. Хотя могу, в принципе, и двери поставить, мне ничто не мешает. Древесина у меня есть, давайте сделаем здесь верстачок. А так, верстак. Поставим его куда-нибудь, ну, куда-нибудь вот сюда. И сделаем парочку дверей. А, нам даже три двери, да, надо? Давайте ещё одну. Одну сюда и ещё одну между этажами. Да и к тому же того паука тоже надо убивать. Из неё мне так и не выпала корона, так что пойдём искать главарей. Больше я даже и не знаю, чем заняться. Хотя вот что-то в этот раз похоже босса где-то в другом месте. Или, может быть, ещё не прошёл тот период их восстановления, потому что Рок Гаргули молчит и не говорит мне, что здесь можно подраться с главарями. Здесь никого нету. Похоже, они куда-то переместились. Они же не всегда в одном месте появляются. А, может быть, вот ошибка пройдёт сама собой, когда я достигну восьмого уровня. Не знаю. Давайте попробуем намолотить в этом выпуске себе восьмой уровень. О, смотрите, теперь появилось опять свечение вправо. До этого его не было. Может быть, просто главарей лезнулись как раз там, где и были изначально. Слушайте, вполне возможно. Да, вот он он, Каэра, опять появился здесь. О, его по-другому зовут. Как-то Цуин. До этого его звали Каэр. Он что, переименовался? Так, чуть-чуть. Отлично, убили. Из него ничего, правда, не выпало. Совсем же ничего. А, нет, из него выпал нагрудник. Ну, у нас как раз, по-моему, нагрудник дома и лежит. Ну, ладно. Нагрудник, так нагрудник. Мы не гордые. А, паучиха появилась? Паучихи, похоже, так и нет. Паучихи, похоже, так и нет. Слига. Паучихи. 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 Да, очень замечательно. Паучихи. Паучихи. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, единственное, зачем нужен лук, это чтобы сражаться с вот этими лучниками, которые сами постоянно от вас убегают и расстреливают вас из лука О, там внизу кто-то есть Субтитры сделал DimaTorzok Мне даже, если честно, сейчас уже как-то лень добывать алмазы и уголь Они мне нужны, но есть же более легкий способ получить их с помощью палатки Вот, к сожалению, только палатку я не получил Субтитры сделал DimaTorzok О, вот оно, жало ядовитое И оно не слабо нас жалит Так, мне дали какое-то достижение, макробоец, не знаю даже за что, я вроде это ядовитое жало не первый раз убиваю Да и уровни я сейчас, ох ты ё, я же сейчас умру Так, срочно пить Все, отравление прошло Так, теперь надо срочно закупориться Пока меня не убили Все, блин Зачем ты ко мне зашел Ребята, я почти труп Но я закрылся ото всех И теперь мне нечего бояться Остается только подождать 30 секунд Пока я смогу выпить зелье Не знаю, сколько у меня хотя бы здоровья 3 из 220 Не густо Отлично, теперь можно вылечиться очень вовремя Мне дали это достижение Вместе с бутыльками О, кстати, и мы выбили таки эту корону Видать, может быть за корону мне это достижение дали Корона, та-та-та Одевший ее может заручиться поддержкой гномов Ну, не знаю, а если я ее вот в этот слот одену Взримый Тогда моя броня не будет давать освещение Ну, давайте попробуем Вот я одел корону Гномы, вы где? Вроде как, если я где-то встречу гнома, да То они будут ходить постоянно за мной Так, и мы, кстати, ребят, достигаем 8 уровня Награду дают нам зелье левитации Ну, ерунда Да, мы и сами можем скрафтить эти зелья левитации Нам они не особо нужны Пойдемте искать гномов Нам нужна их поддержка Вот, например, один Здорово, гном Я твой король, да? Я гриндл Веришь, нет? Будешь меня поддерживать? Я думал, что гномы будут ходить за мной А я сам хожу за гномами Вот за этим конкретным гномом желтым Все, гном, иди за мной Да ты дурак, гном Ох ты, йод, и я дурак Так, похоже, наш гном разбился О, видите, без полного сета я уже горю в лаве Я надеялся, что достаточно какой-нибудь брони И штанов Я же все-таки не с головой в лаву погружаюсь Так, по пояс зашел погулять Так, но у меня есть уже восьмой уровень Это максимальный уровень Блин, опять лавы Так, ладно Делаем другую вещь Включаем зелье невидимости Драться мне уже не с кем и незачем Единственное, что надо убить Ага, никого не надо убить Возвращаемся домой Кстати, обратите внимание Опыт уже не отнялся Все, мы достигли своего максимума Единственное, что скажу Так, мы теперь уберем в нашу трофейницу Броню Зартанскую Хотя их уже две Огненный шлем оденем Мне с ним комфортнее Мне нравится не гореть в лаве Да и вообще, я не знаю Как-то вот это все дело обидно Есть Зартанский нагрудник Да, он дает неплохие доспехи Ну, неплохой бонус к здоровью и броне Но в отличие от огненного нагрудника Который, не знаю, помогает не гореть в лаве И насколько я слышал Он вроде как всю паутину сразу сжигает То есть вам пауки не страшны То Зартанский нагрудник вообще ничего не дает То есть его бонусы Только в том, что чуть больше жизни Чуть больше хп Да я лучше в лаве не буду гореть Лучше от пауков буду иметь защиту Чем вот такой вот сомнительный бонус Зартанской брони В общем, как-то в огненный ходить веселее Да и светишься в темноте Лишний раз без факелов можно пройти Так, ну ладно Не знаю, что теперь делать Можно просто отправиться к Гаргуле убить Или еще что-то У нас вообще тут день наступил Да? Не знаю День это хорошо Можно пойти попробовать что-нибудь построить Но, как я уже говорил Как я уже говорил Я хотел получить неиссякаемый источник материалов В виде той палатки И в виде такого соединения лавы с водой Которая постоянно дает камень Который можно использовать в строительстве Который можно было бы менять постоянно На алмазы Или еще на что-нибудь симпатичное Так что, даже не знаю Ну давайте пока что, наверное, отправимся И сделаем фундамент для нашей стройки Что-нибудь придумаем симпатичное У нас есть 100 кирпича Что там еще можно на верстаке сделать Из блоков интересного Так, из булыжника можно сделать каменный кирпич Можно сделать каменную стену Из каменного кирпича можно сделать каменно-кирпичную стену Из обсидиана Обсидиановый кирпич Обсидиановые плиты Так, ну ладно Пока что давайте, наверное Попробуем обойтись Шерстью и кирпичом И подумаем Вообще Какой у нас будет фундамент нового дома Так, допустим Я буду возводить дом Где-нибудь Где-нибудь вот здесь Где-нибудь за огородом Давайте на один слой все скопаем Так, и примерно прикинем Какой у нас будет дом Ну допустим Будет он вот примерно такой Может быть больше, может меньше Это мы уже потом сообразим Фундамент у него будет беленький Теперь давайте подумаем Как вообще Каменный кирпич Сочетается с обычным кирпичом Да что-то как-то не очень сочетается А если у нас будет основание Допустим вот такое А сверху вот так Тоже ерунда какая-то Этот красный кирпич Ну как-то он мне вообще не нравится Как строительный материал Нет, он конечно хорош Если мы хотим какую-нибудь Композицию составить Там например Хотим сделать лкаша С красным носом И вот красным носом Как раз может быть кирпич Так, насколько мы видим глубину Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь блоков Вот такую глубину мы видим В общем не знаю Хочу всю шерсть заделать Правда этой шерсти еще и накопить надо Или можно вот так слоями Допустим по очереди землей Допустим по очереди Допустим по очереди Ну вот у нас и кончилась шерсть Но шерсть добыть не проблема Правда надо днем Ночью кролики не бегают А зомби, как говорится Шерсти не сострижешь Допустим по очереди Еще, кстати, я знаете Что слышал, друзья Я слышал, что грибы размножаются Достаточно их куда-нибудь поставить И они будут заполнять соседние клетки Давайте попробуем Сейчас найдем где-нибудь Парочку грибочков Мухоморчиков И проверим Насколько это работает на практике Субтитры делал DimaTorzok Осталось только грибы найти А грибов что-то нигде и нету Вот только эти поганки торчат Нам поганки не нужны Ну ладно, давайте поганки Тоже где-нибудь попробуем поразмножать А, вот они и мухоморчики Так, и для проверки этой теории Давайте выберем слой земли под домом Так, вот как-нибудь вот так Ой, портал снесло Ладно, это мы сейчас подправим Да вообще надо бы тут маленько все подровнять Мне, знаете, как бы это сказать Давно надоело, что у нас абсолютно разные блоки под домом Хотелось бы, чтобы все было как-то в одном стиле Да, и глину заодно соберем Глина вещь полезная Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ой, а что-то рано я стал маленько заделывать Я же хотел тут грибы еще высадить Ну ладно, говорят они занимают соседние клетки Но вот пускай начнут занимать свои клетки А вот отсюда Вот и проверим, разрастутся они со временем или нет Вообще под землей они вроде даже на камне растут Может их и на камне и надо высаживать, не знаю Ну вот, два кирпичика не хватило А нет, у меня были Ну ладно Надо же, у меня кончился Кончился камень, так неожиданно Ну ладно, давайте отправимся маленько пополним запасы Так, теперь нам надо высадить мухоморы Ну и посмотрим, будут они расти или нет У меня почему-то такой... Да, вот они, грибы растут Их правда становится больше И это очень выгодно, потому что Ну, не знаю, зачем эти поганки Они мне не особо нужны Но вот мухоморы вещь полезная для того, чтобы делать зелье Так что давайте будем иметь свою небольшую грибную площадку Где можно всегда надергать немножко мухоморчиков И сварить каких-нибудь зелий Ну и, ребят, на этом я, наверное, с вами попрощаюсь Ресурсов для строительства у меня не особо Так что строить сейчас нечего Буду надеяться, что проблему с этой палаткой Которая у меня так и не появляется Поправит И в следующих выпусках мы уже будем что-нибудь строить Какой-нибудь новый дом Ну, а на этом я прощаюсь С вами был 1ST1 Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока